Девушки отдыхают Девушки отдыхают У нас на самом деле пьющих в цирке уже практически не осталось Двое только, последний из маякан Я и Леня Гутаперчевый Тут тоже конечно специалист широчайшего профиля Он до цирка работал аналитиком на свадьбах Не знаете что такое? Это человек, который проверяет у гостей, аналиты ли у них Вот, ну сейчас уже работаем вместе Я вчера его с собой на самом деле на это делать Вот, и прихватил Тот после репетиции даже костюм ящерицы снимать не стал Джинсы вьетнамки, рубашечку и все, к пьянке готов Ну и пошли Купили вина, пять бутылочек Вот, чтоб всем поровну О, зашли в парк, нашли кусты подходящие Стали пить из горла, как гарнист Гарниста видели? Мы и так Оказалось, что в милиции про эти кусты знали Да, и когда надо было план по алкоголикам выполнять Они с этих кустов по три-четыре урожая в день собирали Ну такие фрукты им попались в первый раз, честно говоря В общем, только мы три бутылочки от горнили Только мы за четвертую принялись Тут, как говорится, вдруг без стука к нам в кусты Заявились Милиционеры Капитан Сержант И собачка небольшая, милицейская Мусоршнаусер Ну, мы, естественно, увидели, сказали синхронно от АСС И побежали убегать в разные стороны Я вправо, Аленя Тоже вправо, но в другую сторону И я сразу дал, потому что если я бегаю, меня и страус не догонят Я сразу дал, хорошо Оторвался, понятно, делал там капитан, собачка сзади Она недалеко, сзади И вдруг препятствие Забор парка, высокий, старинный такой забор, огромный Но я тоже, ноги ловкие, руки сильные Лишу мне забор 3 метра, правильно? Это бубке 6 нужно, да? А мне что? Сзади, тем более, собачка стимулирует Ну, я моментально чик там, оп, на другой стороне уже все нормально Стою на ногах, оп, приземлился прямо перед девочкой 11 лет Да, стояла там маленькая девочка такая Крутила в руках собачий поводок Не, один поводок без собаки Стоит, крутит, смотрит, любуется, как солнце заходит за ЖБИ Да, в руках Андерса, ну, девочка такая Вот, и представьте картину, вдруг перед ней в газон втыкается летающий медведь А из парка свистит милицейский свисток Ну, картинка та еще То есть, другая девочка от увиденного бста Стала моментально другом всех логопедов, правильно? Вот, а это не, я только сказала Ой, так, ой А бультерьеру девочки, ну, мне послышалось фас И этот друг человека Сначала укусил меня за портмоне в правом заднем кармане Потом за мелочь в левом А когда он прихватил меня за подолк в футболке Я моментально взлетел на ближайшее дерево, как сумасшедшая белка Ну, страшно, понимаете? Короче говоря, что увидит капитан милиции сквозь прутья забора? Я взлетаю с собачкой на ясень А девочка кричит своему тузику фу О, а тузик свирепый попался такой собака И рад бы зубы рожать, так высота уже 9 метров Да, можно и слово вечно сложить Злица перестал висеть, радуется качеству трикотажных изделий А когда нас потом пожарники снимали, так вообще спокойный был Как прищепка Да, было дело А у Лёни у него своя история побега У него в цирке номер человек рептилия Вот он сквозь прутья забора и полез Мысль же одна, голова пролезет весь, пройду Вот, но Лёня был под мухой Да и зацепился бляхой Верхняя часть побег совершила Нижняя парки ногами двигает Сержант приближается Шо такое И Лёня полез из новых джинсов, как змея из старых Профессорализм, сказался А сержант смотрит, не догоняя Смотрит, шо такое А сумерки Чешуя ж переливается, представьте Вот, и не то, что залюбоваться можно А совсем наоборот В руки брать так просто страшно, да Вдруг она ядовитая Свисток выронил, стоит, смотрит, не догоняяя И Лёня сбежал А шо ему делать Вот, он потом в зоомагазин спрятался, говорят Его потом одного новому русскому продали Как говорящего варана Недавно звонил, говорит, все ему нравится Цирк возвращаться не собирается Кормят на убой, вот, что-то там даже про размножение намекал Вот, ну, главное, что ему нравится Вот такие дела, друзья мои Хоть цирк и выходной, а милиция программу посмотрела Оттуда Спасибо Насмотревшись по телевизору передача здоровья Наша семья поняла, что все мы даже не больны Мы при смерти За долгие годы просмотра этих передач Я обнаружил в себя симптомы всех болезней Включая проблемы с грудью у кормящих матерей Жена стала жаловаться на боли в предстательной железе Тело моей тещи Лидии Сергеевны Было обезображено всеми болезнями Включая шизофренический лишай А также грибковое образование Вплоть до подберезовиков Не взяла ее только язва Подобная к подобному не липнет Но добила нас всех передачи о холестериновых бляшках Я заподозрил у себя бляшки в руках Жена в ногах Лидия Сергеевна оказалась обляшанной с ног до головы Поэтому мы продали всю свою живность Купили три путевки И уже через двое суток приехали в санаторий Славный чешский город Карловы Вары Лечение сразу пошло по наихудшему сценарию Уже на входе в санаторий У нас отобрали четыре сумки с едой И отвели нас на клизмы И вроде не скажешь, что прием был не теплым Он как раз был теплым, но как-то не к месту Вечером мы гуляли в парке Кормили павлина На следующий день мы пошли на утреннюю гимнастику Начали с прыжков на месте Первая начала прыгать Лидия Сергеевна Всем остальным это делать было уже не нужно Когда она приземлялась, подпрыгивали все остальные, включая рояль Потом мы начали делать махи ногами Теща махнула ногой Случайно отвесив пинка пенсионеру из Швеции Пенсионер тут же вот был на родину через фарточку Потом нам дали покрутить обручи Я попробовал закрутить, у меня не получилось У жены все получилось Теща попробовала и сказала всего два слова Жмёк, зараза! Потом нас повели на дыхательную гимнастику Инструктор сказал Нужно медленно вдохнуть в себя полную грудь воздуха А потом резко выдохнуть, толкнув живот вперед Когда тетя вдохнула в себя полную грудь воздуха От недостатка воздуха голова закружилась даже у инструктора Когда она резко выдохнула У пенсионера из Польши, который стоял перед ней Снесло трусы Футболку А также недавно вживленные в клинике волосы Все бы ничего, но, как сказал инструктор Она резко толкнула живот вперед Между поляками улицы было четыре стены Поляк вышел на свежий воздух кратчайшим путем И на выходе стал похож на гастарбайтера-стахановца Вечером мы опять гуляли в парке Кормили павлина На следующий день тетя пошла к диетологу Доктор посмотрел на нее И вопрос вы ко мне задавать уже не стал Тетя посела к столу Доктор начал Вам срочно нужно худеть Из-за избыточного веса Ваш организм слабеет с каждым днем Тетя усмехнулась Взяла со стола телефонный справочник И одним махом порвала напополам Тысячу листов с телефонами А также сто тысяч евро Который доктор хранил на машину В этом справочнике Диетолог сошел с ума Вечером, как всегда, мы гуляли в парке Кормили павлина На следующий день врач усадил ее перед собой Попросил закинуть ногу на ногу Взял молоточек И легонько стукнул Тещу по коленке Знал бы он, как обнажены нервы Этой женщины Нога Лидии Сергеевны Распрямилась с мощью катапульты И доктор понял, что зря он вчера купил Такую широкую рамочку для семейных фотографий Детей у него все равно уже не будет Доктор рухнул с кресла Испуганно, взглядываясь в тещины ноги Воспользуясь моментом Лидия Сергеевна Сделала трюк Шерон Стоун Медленно перекинув ноги С одной на другую Судя по глазам врача В этот момент он принял обед безбрачия Вечером мы опять гуляли в парке Кормили павлина Лечение слабыми токами Лидия Сергеевна сочла как неуважение И попросила ток на ней не экономить Ток из розетки тещу не удовлетворил В конце концов взят из-за грудки доктор Подвел к ней магистральный кабель Обесточивый сами Карловы вары И 400 ближайших деревень На 10 тысяч вольт Лидия Сергеевна отреагировала одним словом Щиплет В санаторий плохо ходили лифты Лифт отдыхающего медленно находил То вверх, то вниз Лифт с тещей ходил только вниз Нигде не останавливая В этот день на обед нам давали гороховый суп После этого был послеобеденный сон Сами понимаете, назвать его тихим часом было глупо Врачи сказали, что через четверо суток у нас из организма начнут выходить холестериновые бляшки Вот здесь не соврали Лично я с таким кормлением в выражениях не стеснялся Я не знаю, как из крови, а с языка бляшки слетали постоянно На следующий день теща показала престарелому немцу, как избавляются от холестериновых бляшек в России Она насыпала полстакана красного жгучего перца, долила туда водки и попросила немца выпить залпом Немец выпил Задвигалась парализованная рука И восстановилась детородная функция Функцию три часа успокаивали льдом На десятый день мы сказали врачам, что простудились И они дали нам подышать над горячей вареной картошкой И пусть мы все трое обожли губы, зато наелись до отвала Нашу просьбу подышать над горячим мясом врачи проигнорировали Вечером мы гуляли в парке, где зажарили и съели павлина Через две недели во время выпуски врачи трясли нам руки Поздравляю с обезхолестериневанием, с обезжириванием и с обезбляшиванием Короче, я скажу так Кто хочет поехать в Карловый вар и лечиться Ему надо лечиться В область сейчас поеду Буду просить, чтобы нашу деревню от телевидения отключали, иначе погибнут люди Но раньше нормальные все были Я как антенну нам телевизионную поставили Все, дурость началась Танцы со звездами устроили Тут тетя Таня с тетей Тоней Ну сидели они там, отмечали праздник какой-то То ли день радио, то ли просто день Каждый день отмечают Потом, как в телевизоре коньки на себя надели Тулупы солдатские напялили Двойной тулуп, говорят, будем исполнять И налет А здоровые жопи, как ламантины Тетя Тоня сейчас, правда, худеть начала Села на диету Не ест после семи Семь килограмм за раз съедает и больше не ест И так шесть раз в день Тетя Таня такая же дама Жених на свадьбе на руке взял По колени в паркет ушел Лед от них затрещал, когда они еще на земле стояли А когда они на него выехали на погнутых коньках Так и ушли под лед, как немцы на Чудском озере Только она же под музыку Они с монетафоном приперли Фигуристы Хорошо не глубоко было еще Каток на стадионе, ж не озеро все А этот учудил, Митяй Полное имя Борис Причем Борис полный Посмотрел передачу очумелой ручки И сделал из пластиковой бутылки ускоритель на мотор На мой же лодочный мотор и поставил Что и железяку какую-то привинтил В воинской части где-то свистнул Сразу же мне про ракету не сказал Давай, говорит, заводи, пробуй Ну я и завел мотор Две недели без бензина пороздил водную гладь Два раза Байкал прошел туда и обратно Три раза обгонял знаменитого безработного Федора Конюхова Пока Багром не зацепился за его лодкой Он же мне мотор отключил Веслом А что далеко ходить, вот жена моя, Тося Решила приготовить для любимого мужа пиццу из морепродуктов Кто не знает, пицца это развернутый пирожок В общем, Тося записала ингредиенты Тунец аргентинский Омар испанский Мидии красного моря Горный розмарин Шведские устрицы сентябрьского улова Сыр пармезан Все это она перечислила продавщицу в сельпо Где-то на испанском омаре продавщица потеряла сознание Ну что, тунца Тося легко заменила зеленым горошком Омаров она талантливо заменила им же Шведских устриц сентября она подумав Заменила им же, но с салом Огурцы оказались похожими по вкусу на креветки красного моря Чтоб не обидеть супругу, я съел эту пиццу всю Я не знаю Что хомятку не фонтану, молоком запил нормально Я не понимаю, как итальянцы могут есть эту пиццу постоянно Я же после этих морепродуктов здорово на дискотеку поперся Не буду вдаваться в подробности Но после дискотеки меня все кличут Газпром А еще показывают такие рецепты по телевизору Телевизор враг человека, я вам скажу А этот придумал у нас Вася Качок Ну качается со стороны в сторону постоянно Посмотрел по телевизору, как парни себе невест выбирают Решил жениться тоже Надоел одному качаться, наверное А невесту решил выбирать не просто так А как в передачах контрольная закупка Лучшую прихватить А у нас невест на выдании, их три штуки всего Все, правда, как на подбор 90-60-90 Это их возраст Они как узнали, что у Вася идет невест выбирать Стали готовиться к таинству брата Стали нас уфыриваться, прихорашиваться Делать себе на лице квартирный вопрос Все как по телевизору, капитальный ремонт фасада Здорово они тогда вырядились Посмотрели передачу «Модный приговор» Сильно они себя тогда модой приговорили Все, что было в сундуках, все одели О, же ты мой милость И вы до этого старухи были как старухи Одна-то внучкину одежду на себя напялила Приговор был, чтоб голый пупок Еще и пирсик сделала Кольцо от ворот на пупок прицепила Она, эта бабка, когда по деревне шла Собаки выли в обнимку с котами Пальцами на нее тыкали, трясли со страха А другую бабку модную, накрашенную Внук, как увидел, опять писаться начал Хотя его и заговорили лет тридцать назад Мужик с работы пришел, спал уставший И армию прошел, и горячую точку не писался Медали принес А как она его разбудила С черным лаком ногти Помада на губах тоже черная Два зуба по краям блестят во тьме Он ее как увидел, так и понял, кто за ним пришел Пожалел, что проснулся Сейчас-то внук не спит, второй месяц уже Так в углу стоя подремлет минут десять С топором или с лопатой И больше не спит Ой, а баба Вера тоже Невеста запасная последняя А малышу еще мать приготовила По рецепту Малахова Хирург, прости господи Что же с телевизора Ну сварила кастрюльку восьмилитровую Поставила остывать Ушла куда-то В это время племянник я не зашел Что-то по делу там Ну смотрит, кастрюля стоит Запах хороший Несет на всю деревню Ну думал, борщ такой Посолил, попричил, стал хлебать Хорошо хоть всю кастрюлю не сожрал МШСовцы спасли Остановили омолаживание А оно у него быстро пошло Сейчас сорокалетний мужик Выглядит лет на шестнадцать Старше Тело омолаживание не тронуло А мозг сильно задел Соображение сейчас сколько трехлетнего Поеду, скажу, чтобы выдергивали Эту антенну Иначе сдуреют тут все перекалечутся Пойду в автобус подошел уже Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...